Это, конечно, пока еще не дрим-тим Суперлиги. Девушкам нужно стать по-настоящему единым целым, когда один за всех и все за одного, но сильнее этого состава в дивизионе попросту нет. Наверное, поэтому в тренерском штабе НИКИ, кстати, тоже обновленном, где-то сдержанная радость, а где-то нескрываемое ликование от своей работы на трансферном рынке. Ради боеспособности коллектива здесь даже готовы пожертвовать Кубком России. Главная задача вот эти, чтобы наши сильные игроки, индивидуально сильные, стали командной. И чтобы наша команда могла, соответственно, достигать тех целей, которые поставлены в чемпионате, мы должны в Кубке сыграться. Никто не ставит задачи обязательно в Кубке выйти как можно дальше, но если у нас получится выйти дальше, то, конечно, замечательно. Главного тренера НИКИ Ольгу Доронину ростер команды, похоже, устраивает полностью. Наконец-то появился реальный шанс и ей, и девчонкам громогласно заявить о себе. Судите сами, Станин Новичков номер один рейтинга самых результативных игроков прошлого сезона Екатерина Мощенкова. Топ-5 по подборам за игру и коэффициенту полезности Яна Котова. Лидер прошлогоднего финалиста Суперлиги Омского нефтяника Яна Паневина. И, внимание, серебряный призер молодежного первенства Европы Алина Замараева. Восходящая звездочка женского баскетбола страны. С таким усилением состава в этом сезоне мы будем явными фаворитами. Я думаю, это будет агрессивный баскетбол. Это будет быстрый атакующий баскетбол. Ну и в защите, конечно, мы тоже будем играть очень агрессивно. В этот раз команда получается на третий, четвертый номера практически равноценные. И поэтому я думаю, что нам можно будет пробовать очень много разных схем. Это действительно развяжет мне руки. И я уже вижу, что игроки довольно-таки грамотные и интеллектуально одаренные быстро схватывают. Поэтому я думаю, в этом году мы будем играть гораздо разнообразнее. Топ-1 Суперлиги по набранным очкам. Екатерина Мощенкова, в прошлом сезоне выступавшая за Ростов-Дон, новая для себя вызов приняла как настоящий профессионал. В Сыктывкар приехала заранее, уже успела немного обустроиться, а в городе у нее даже появились свои любимые места. Говорит, статистика статистикой, но я в первую очередь командный игрок. У каждого по сути лидер. И я думаю, что лидерство каждого из нас будет полностью зависеть от команды. Если будут девчонки помогать, если я буду им помогать, то лидером на самом деле может быть кто угодно. Я надеюсь, что по результативности мы дадим всем. Уроженку Великого Устяго и воспитанницу Вологды Чевакаты, а также вице-чемпионку молодежной Европы Алину Замараеву переезд в Сыктывкар, конечно, немного испугал. Серьезный и ответственный шаг для, по сути, домашней девочки. Я очень много лет жила в одном городе, и для меня это некий такой стресс сменить обстановку, сменить место жительства, сменить команду, тренерский штаб. Но на данный момент мне все нравится, я у нас только тренировок здесь. Впрочем, по мнению известного спортивного портала, одна из самых красивых баскетболисток Суперлиги уже вполне готова показать все, на что способна. И у нее будет такой шанс. Скорее всего, добирать игровую практику перед Кубком России Сыктывкарская ника будет в Екатеринбурге. Максим Васильев, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.